всем привет сегодня мы будем готовить самый знаменитый в прошлом овощ это репа он как раз сейчас насколько я понимаю в сезоне и также здесь он тоже в Австралии тоже на него сезон но это высоко туда в сторону Куинсленд повыше Мельбурни в самом низу как говорится репа это героиня русских сказок сколько сказок сложено с репой здесь видите две маковки и четыре и одна большая считайте 6 маленьких реп для начала я их помою почищу и мы репу делаем вот на такой корейской терке тоже но она очень широкая где-то полтора сантиметра и обыкновенная но не самая мелкая средняя нормальная это для морковки так что в процессе вы все видите итак начнем вот мы почистили морковь теперь мы начнем процесс шинкование начнем с нашей вот так продолжим вот такого размера видите да ну вот тогда она будет конечно попадает там иногда что-то маленькие но это будет как морковка считаете вот так продолжаем с морковкой я ее кладу в отдельные как обычно здесь ложь столовая ложка сахара столовая ложка соли здесь тоже столовая мы положим половинку просто чтобы она личную жидкость отдала дадим ей я думаю полчаса от полчаса до часу смотря как вы хотите если чтоб сильно можно держать дольше я полчаса максимум прошло 15 минут я вижу что репа уже макарее уже мягче стало пробуем репа готова к следующему морковь тоже помягчала прошло 15 минут не полчаса до 15 вот у меня здесь я беру это 80 миллилитров уксуса возьму чуть меньше 70 и грамм 30-40 минеральной воды на вкус если вы хотите больше уксуса можете положить больше уксуса и сюда вот заливаем нашу точно так же здесь чуть поменьше надо всего не имеет значения честно скажу нету правил нет все это сделаем настоящая репа так если да морковочка так теперь мы берем это все сюда убираем лишнее жидкость на это у нас ушло еще пять минут я считаю что уксуса уже достаточно он взял в себя 5-7 но перед тем как все выложите вы его попробуйте обязательно вот это у нас все стекло я выкладываю все у меня двухполосная как говорится тарелка чтобы они друг друга пока еще не касались это же сделаем с морковкой вот я думаю все тоже морковка теперь нам надо заготовить все продукты которые мы будем делать ему вкусовые качества придадим этим моркови и репы здесь у меня перец столовая ложка кориандр столовая ложка но перец специального не очень острый корейские которые они кимчи из чего делают они добавляют здесь сахар чайная ложка сахара 8 головок чеснока это 5-6 сантиметров джинджа вот это терка специально для имбиря имбирь один чеснок чтобы имбирь прошел весь теперь я это все чеснок и имбирь вместе они всегда идут вместе я не знаю даже смотрю сюда и сколько сделать полную или половинку я сделаю пол столовой ложки у нас сила если добавить всегда не не поздно чем перебавить столько же чуть больше пол столовой ложки здесь чайная ложка сахара это все вот так помешиваем а тем временем осталось у нас пару ингредиентов кунжутное масло и это сам кунжут зерна это все для сервировки и поэтому я беру немножко 30 миллилитров масла вот так 30 миллилитров масла наливаю вот ставлю его на огонь довожу до кипения здесь же у меня маленькая кастрюлька я кладу сюда сизом сизом привычка кунжут пока мы все это мешаем ну вот наше масло оно не закипело но чуть-чуть когда начался уже дымок я его снял и вот это все видите это все заливаем маслом о, аромат боже каких только нету заливаем эту сторону так на этом этапе мы все это кладем все лишнее воды убираем все особенно с моркови чтобы она нашу репу вот так сюда тоже теперь просто аккуратно перемешиваем и в этот момент так мы сейчас потом все вместе перемешаем еще раз я выкладываю тут как говорится то ли маринад то ли основной тоже и теперь аккуратно я думаю вилочкой начать я хотел добавить немножко меда я так и сделаю сделаю как я хотел чуть-чуть чуть-чуть раз два не могу сказать сколько но не очень много кому приелась морковка корейская можете готовить вот вам до встречи через час я думаю за час все будет нормально я его холодильник не убираю чтобы он здесь он не испортится еще целый месяц ну вот друзья мои берем репочки сначала пробуем ее чтобы знать вкус ее где она чуть немножко остро но многим это подойдет мне тоже подходит но я все время все точно так же как сколько мы кладем всего этого надо так и делать единственное вы можете с медом может и не класс но он продает такой вкус интересный наше блюдо удалось как говорится проще пареные репы а что может быть проще пареные репы как только сырая репа так что и здесь поговорки все очень очень я доволен лучше даже чем с одной морковкой мне нравится всего вам хорошего здоровья вам удачи веселья пока удачи 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 удачи